Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам. Пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. Сегодня мы поговорим с вами и испытаем много пружин. Это будет сравнительный тест, в котором мы покажем разницу между пружинами разных брендов и ценовых категорий. И мы покажем эти бренды. Также дадим полезные советы по поводу выбора пружин, их установки и эксплуатации. Все испытания претендуют на экспертную точность. Мы находимся в лаборатории, которая аккредитована в пространстве EAS на проведении испытаний автомобильных автокомпонентов, в том числе и пружин подвески на соответствие технического регламента таможенного. Союза. Находящееся здесь оборудование аттестовано государственными органами метрологической оценки Республики Беларусь. Пружины – это упругий элемент подвески. На их плечах находится весь вес автомобиля и его груза. К тому же пружины являются первым барьером на пути колебаний колёс при проезде по дорожным неровностям. Таким образом, от пружин зависит дорожный просвет, так называемый клиренс, то есть высота положения кузова над дорогой. Также от пружин зависит плавность хода и безопасность при движении. Представленные перед вами пружины являются винтовыми цилиндрическими. Они могут иметь как линейную, так и прогрессивную характеристику. Пружины с линейной характеристикой, у них шаг витка, диаметр прутка и диаметр навивки по всей длине одинаковый. Прогрессивные пружины легко узнать по внешнему виду и измененным геометрическим параметрам. То есть у них может быть разный шаг витка, то есть расстояние между витками, разный диаметр витков, а также разный диаметр прутка. Кстати, при сжатии витки пружины работают на кручение, как у торсиона, только на гораздо меньший угол. Пружина изготавливается из специальной проволоки. Проволока навивается в холодном состоянии, а затем в зависимости от технологического процесса пружина проходит термообработку, то есть закалку и отпуск. Этот процесс придает пружине упругость и долговечность. После этого пружины проходят дробеструйную обработку, то есть окрашиваются, маркируются и упаковываются. Какие советы мы можем дать вам по выбору пружин? Прежде всего выбирайте пружины для своего автомобиля по ВИН-коду. Это особенно актуально для автомобилей премиальных марок, потому что там конкретный артикул может зависеть не только от модели автомобиля, но и от комплектации, года выпуска и других параметров. У вас возникнет вопрос, а каким брендам отдать предпочтение? Сейчас вы всё увидите и поймёте, но мы не будем фокусироваться на конкретных брендах. Отдельно отметим, что длина пружины из коробки практически ни на что не влияет. Судить о том, какой дорожный просвет обеспечит пружина можно только по факту, то есть после установки её на автомобиль. Также обратите внимание на защитное покрытие пружин. Оно должно быть нанесено равномерно и не должно быть никаких повреждений. Также при установке ни в коем случае нельзя его повредить, потому что стальная проволока, из которой навиты пружины, беззащитна перед коррозией. И в целом приобретаемая пружина должна быть максимально геометрически похожа на оригинал. То есть длина, диаметр витков и прутка должны максимально соответствовать оригиналу. Некоторые производители могут идти на хитрость в целях экономии проволоки, то есть изменить её диаметр, а также могут изменить геометрию навивки. Это всё, естественно, приводит к тому, что характеристики этой пружины будут отличаться от оригинальной. А это касается не только жёсткости пружины, но это повлияет на её упругость, рабочий ход и долговечность. Например, чтобы сохранить упругость пружины при уменьшении диаметра её проволоки, производителю надо менять технологию термообработки для увеличения твёрдости пружины. Но это приводит к снижению долговечности пружины, а также увеличивает риск того, что она может лопнуть под нагрузкой. А если производитель добавил пружине витков, то её рабочий ход уменьшится и возникает риск пробоя подвески при езде по неровностям. При установке нужно соблюдать особенности пружин с прогрессивной характеристикой. Они ориентируются прогрессивной стороной, то есть стороной, где уменьшенный шаг витков вверх. А вот пружины с линейной жёсткостью, то есть с одинаковой формой с обеих сторон, можно устанавливать в любом положении. Ну а теперь сделаем отступление, дадим рекомендации, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать. Итак, всем известно, что амортизатор и пружина должны соответствовать подвеске, но что на самом деле это значит? Рабочий ход пружины не должен быть меньше геометрического хода подвески, а рабочий ход амортизатора не должен быть меньше рабочего хода пружины. Характеристики пружины должны быть подобраны исходя из веса автомобиля, а также исходя из нагрузок, таким образом, чтобы максимально использовать её рабочий ход. То же самое и с амортизатором. Его характеристики должны соответствовать весу автомобиля и рабочему ходу пружины. Ни в коем случае не забываем, что пружина и амортизатор – это пара взаимозаменяемых элементов. Изменение параметров одного из них приведёт к дестабилизации работы подвески, поэтому их от балды выбирать нельзя. Пружины необходимо сравнивать с оригинальной пружиной. Дело в том, что только оригинальные пружины сертифицируются, и это происходит при испытании автомобиля на безопасность его конструкции. Конкретных характеристик никто не публикует, поэтому характеристики неоригинальных пружин должны максимально соответствовать характеристикам оригинала. Этим мы сейчас и займёмся. Согласно ГОСТу нужно измерить геометрические параметры пружин в ненагруженном состоянии – высоту, наружный диаметр, полное количество витков, отклонение оси пружины от перпендикулярности и, конечно, параметры пружины под нагрузкой. Отклонение наружного витка не должно превышать 0,8%, а полное число витков не должно отличаться более чем на 0,125 витках. При измерении параметров пружины под нагрузкой её трижды надо подвергнуть осадке. Осадка – это сжатие пружины до соприкосновения витков, либо достижение минимальной длины пружины, если такая длина указана в конструкторской документации. Кстати, здесь у нас есть конструкторская документация для этих пружин, где есть все необходимые параметры, а именно все нужные длинные пружины при различных нагрузках. Далее проверяется контрольная высота пружин при определенной нагрузке. Это высота при номинальной нагрузке, то есть при снаряженной массе автомобиля, наименьшая рабочая высота при максимальной рабочей загрузке и высота при соприкосновении всех витков. При этом измеряется и упругость пружин, то есть развиваемое усилие при определенной степени сжатия. Измеренные значения этих параметров сравниваются со значениями параметров оригинальной пружины и делаются выводы. Разумеется, после серии испытаний пружина не должна деформироваться, на её поверхности не должно появиться трещин. Ну что, мы готовы подводить итоги. Все значения вы увидите в итоговой таблице. Там будут геометрические параметры пружин, а именно длина пружины, количество витков, диаметр витков и так далее. Также вы увидите 4 параметра нагрузки. Это номинал, когда на пружину давит только кузов автомобиля, а также максимальное значение, когда пружина сжата при максимальной нагрузке, то есть когда достигается её минимальная длина. Ну и два промежуточных значения между ними. Ещё раз напомним, что все эти пружины взаимозаменяемые, то есть подходят на конкретную марку и модель автомобиля. В идеале все результаты должны быть одинаковыми, но мы получили разные результаты, которые вы наблюдаете на графиках. Есть несколько пружин, то есть вот эти пять которые полностью соответствуют оригиналу. Вот это более жесткая пружина, а вот эти две пружины не соответствуют оригиналу ни по упругости, ни по геометрическим параметрам. Обратите внимание на вот эту пружину. Здесь витков больше, сама проволока толще – 13 мм против 11 мм и длина больше. При этом это самая сильная, то есть самая упругая пружина из представленных образцов. И при этом у неё рабочий ход короче, чем у оригинала. Вот эта пружина похожа на оригинал, у неё количество витков такое же, но она крайне жесткая. Эти две пружины с точки зрения ГОСТ не соответствуют оригиналу. Эксплуатация этих пружин будет негативно сказываться на элементах подвески, безопасности и управляемости автомобиля. Естественно, из-за установки таких пружин увеличится клиренс и уменьшится плавность хода. В финале бы хотелось сказать, что «БУшко» от компании «АвтоСтронг» соответствует оригиналу и хорошим заменителям. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные репортажи, то нам нужна поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк и поделитесь этим видео в соцсетях. Не забудьте написать комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».